Оля, ну привет, что приехал, спасибо тебе. О, да, да, все, правда. Спасибо, дорогой. Все, вот видите, и вы в своем одеянии, все нормально. Ты сфотографировал? Сейчас сфотографирую. Если будете улыбаться, она сама фотографирует. Да? Да, это же такая вот вещь, которая... О! Все, вот тут бабушка Валя тут вот, все у нее. Это видеокамера, которая заснимает все. Вчера весь вечер, если, в принципе, смотреть, все, что там происходило, да, показать, она тут весь вечер она снимала. Димка снимал, все, кому не лень. Танюша, Оля, вот, я мало. Это специально Танюша тебе привезла. Так это вот, как вы в телевизоре видите, она снимает. Ну, как Танюша привезла. Это я выбрал, Танюша мне купила. Потому что в Германии, ну, по моим подсчетам, у них еще скидки там от Сони. То по подсчетам, вот дешевле. Ну, дешевле. В итоге я там накупил. Ну, это дорого, но дешевле, чем у нас. А у нас тут в Белоруссии так и нету. И в Литве еще нету таких, наверное. Ну, хотя говорили, что в конце марта появятся продажи. Ну, дороже, чем в Германии. Ну, ладно, все сфотографировала? Конечно. Так я, да. Я уже сюда разденусь. Можете, да. Можете раздеваться, одеваться, что хотите. Мне холодно в хате было. Я остаюсь одна дома. И вот одену, и посижу, поговорю с вами. Вот так вот. Ну, и как вы тут вчера скучали в одиночестве? Ну, знаешь, смотрела это самое. Мамуля, наконец-то мы их порезали, этих сволочей. Говорят, что-то села. На что-то села, да? А это что такое у вас? А мою вызываю. Кнопка быстрого вызова. Димка уже идет. Это вызов. Я вызываю. Сразу вызываю. А, это вы... Димку вызываю. Так, а Димка слышит? Если шкура не нравится, не ешь ее. Ее есть не надо. Я знаешь, как Галя делает. Мама... Помою ножичком. Помыли. Мама, мама, никому не... Галя вот все время там шкуру от яблок, все. Она отсала шкуру. Вот самое лучшее находится в шкуре. В сале, в яблоках, вот эти, в киви, во всех. Вот в шкуре самые, самые-самые лучшие вещества. Ну, я... Ладно, Муля, сама. Я думаю, что... А тут выше-то мне не оторвешься, никуда не денешься. Коля, а где у нас тут фотоаппарат? Ты же сфотографировал. Да я сфотографировал бабушку. Слушай, Маринке сказала убрать, а она не убрала мои... Это что-то... Ну, нормально, не убрала. Это Архан. А это что такое? Архан прислал. Он прислал. Архан? Так он посылкой, что ли, или это давно? С Мариной ездила. А, когда Марина... Помажьте сейчас. Можно я помажусь. Помажьте. Рвана, рвана, видишь, какая-то... И что? Бабуля. И когда помажешься, и что там? Да не знаю, я все не первый раз... Нет, турком становишься. Ну, темнеет, кожа темнеет, да, как у турка. Помажьте, Коля. Не надо, да. Коля, это... Не трогай. Руку, руку, руку. Коля, слышишь, что он сказал, что это... Чтоб не стареть. Не стареть. А-а-а-а... Ко мне что уже? Мне уже все поздно. Какое поздно? Сегодня все говорили. Вчера, вернее. Вчера говорили. А Коля 50? Юбилей празднуем. Я вам говорю, 18, что вы там? Октябренок еще. Коля 50 празднуем. Не, ну, мы старики знали, что празднуем. А молодежь... Коля 50? Ну да. Колька такой... Мне 50. Ну ладно. Ладно, там, мне надо свое сделать, а потом... А что? Хорошо. Бабуля, делай. Потом там разговоры начнутся. Знаете что? Я, конечно, вам на день рождения теперь ничего. Не могу такое купить, там какие-то вещи, все. Так я вам купила, чтобы не соврать мне, что купила я вам. Не то, чтобы взять. А вот что я вам купила. Золотые бумажки? Да. Вот я вам что купила. Вот. Ну, здравствуйте, тут все первое. Так вот я тебе буду давать правой, а ты бери левой. Дай мне правую руку. Вот поздравляю тебя с днём рождения. Хоть он давно-давно прошел. Хоть давно-давно прошел. Ну ты же родила. Да. Вот именно ты. Да, вот именно я. Так что вот подарков не могу купить. Что можете, то купите. Бери левый. Но только я буду ложить на что. Так, это так. Мама, а я не возьму. Я жду, когда вы сходите в магазин и купите мне подарок. Ну, но я, Коля. Нет, всё, никаких возражений. Вот сходите в магазин, лето сейчас придёт, всё. Дойдёте до первого магазина. Неважно, там газетку, что вы купите. И я, вот это будет лучший подарок, что вы ходите, можете вот на Чкаловку сходить, пройтись в кружок. О, это будет классно. Коля, я тебе честно даю, что вот, хотя ещё с полмесяца я это твоё исполнил. Ну так мы давайте подождём. Ну куда нам торопиться? Ну давай поднимайся. Не, а куда нам торопиться? Коля, ну, дядь, чё? Что? Будь человеком. Я понимаю, я понимаю, да. Ну, представляете, какой... Мама, отдай. Нет, какой классный подарок. Так, Коля. Ну и что мы там... Вставь, бабушке подойди, ну. Нет, я вот сюда положу. Ну. И запомните, вот что. Да. Поздравляю, Коленька, тебе. Ну, спасибо. Да ещё нечёте, ещё тебе голодка, да. Ну, мама... Будь всегда таким, как он тебе есть. Спасибо, спасибо, спасибо. За всё, за всё, за всё вам спасибо. Вы очень-очень много мне всего делаете сейчас. Мама, 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 и давайте... Спасибо. Так всё-таки... Я бы с удовольствием что-нибудь купила хоть или какое-то, но не могу. Чтоб вы не обижались, я возьму деньги. И купи. Но вы пойдёте... Вы знаете, что они сохранены для того, чтобы вернуть на ту вещь, которую вы купите. Ладно. Всё. Вот теперь я всё-таки вас научу. Левой рукой, правой рукой ложите в магазине и везде-везде положите правой рукой. А берите левой. Вот. И в магазине тоже. Всегда берите так же. Во вторник никогда не одолжайте никому. Никаких денег во вторник не получите. Мама, они всегда во вторник приходят просить. Мама, вы... Нету. Вы, наверное, слишком много смотрите телевизор. Нет, нет, больше. То с лекарством, то вы сейчас с какими-то приметами. Нет, Марина. А, читаю, читаю. Я всё вычитала вам, что у тебя, что у Марине, что у меня всё одно и то же. Оказывается, вот у меня сейчас... Золожки, никуда вы не денетесь? Вот ты говоришь, скрипят, скрипят. Вот тут всё описывается, почему начинают они скрипеть. Всё-всё-всё описывается. Да? Да. Очень хорошая книжка. А и про то, что деньги там левой рукой, правой рукой тут тоже? Да, да. А, всё тут? Могу тебе? Нет, там не божественная какая-нибудь. Где наш Игорь? Где Игорь? Отдыхает, отрывается. Таня говорила, бабушку только забирай. Заберём, мы заберём, заберём. Ну, мама, мы же договорились, что мы заберём на сохранение. Хорошо. А потом вернём, вот... Хорошо. Ну, потому что, как бы, не взять это... Нет, Коля, я же всё равно того не куплю, что ты хочешь. Где же я куплю тут? По магазинам, где ходишь? Жвачку, жвачку. Всё. Мне важно не это самое, а там не то, что вы купите, не купите, что вы туда дойдёте. У вас цель, первая цель, мотив, ага, сто. Вот. Купите жвачку, да, и получите сто тысяч. Представляете, вы там, да? Подслушайте. Нет, нет, давайте, вот как бы, вот такой стимул. У нас такой стимул. А для меня это лучший подарок, что вы, вот, всё-таки, со стимулом. Только ты знал, как я довольная, а Танюша сказала, бабушка, есть только мне на голодный желудок, не надо. Ну, я, да, я... Ой, какая, какая она молодец, эта Танюшка, вообще. Ну, так все, 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 что... Я только хочу сказать, что слава Богу, что у меня такие внуки. Очень хорошие, очень хорошие. Ну, стараемся, воспитываем. Ну, Олечка, так вообще, я говорю, о-о-о, я никогда не думала. Она завалила меня фруктами. О, Серёжка-то бедный с работы, подъедет, Динке позвонит. Димка, бабушка, вот тебе. Ну, если бы это я одна, так, меня надолго хватило. Ну, как не дать Динке, правда? Да, 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 нет, всё нормально, всё нормально. Вот такие дела. Ну, короче, говорит... Оля, она такая выглядит, ну, скриптная какой-то, такой вот, как бы... А она такая вот, ну, открытая, на самом деле, за всё переживает. Ну, просто там, ну, молчит, там, не позвонит, там, ничего, что... Танюша, она больше, более общительная. А Оля? А вот она, а думает, она абсолютно правильно. Я ей стала говорить, бабушка, Танюша, Олечка, ну, зачем ты так? Бабушка, а помнишь, я приезжала на дачу, ты кормила нас и всё? Я говорю, сколько ты там была на даче? Танюша, говорю, больше со мной была. Она не важна, бабушка, не важна. А я и забыла, что когда-то на даче была. Вот, слушай, что я тебе про себя расскажу. Как-то обычно ходила, всё нормально. Ну, как могла, маме ходила. Уже же на улицу выходила, и всё. Легла спать, всё нормально, хорошо. Потом, ну, как обычно, устаёшь, ну, думаю, надо сходить в туалет. Вот, встала, значит, что-то, думаю, такое, ноги, ну, потихонечку так, без палки, без ничего, дошла до туалета, сходила, всё. Всё, что нужно, сделала, подняться никак не могу. Не то, чтобы попасть по тяжести, а упора никакой, нога мне, то ноги ставлю, они мне вот так вот дрожат. Я за дверью сцепилась, потом дверь открыла, там, из-за этого, из-за этого, поднялась. Ну, хорошо, что Димка был дома. Ну, думаю, ну, пойду. Не могу, коли, шагнуть. Начинают идти, они у меня, во-первых, это вот сама подошва. Там вроде бы как у меня, как, так сказать, как резина или как пружина, что-то такое. И коли ты всё такое, не могу никак встать. И вот это вот отсюда, и сюда вот ноги. Ну, нет сил, такая адская боль. Я тыркала, ничего не получается. Димка кое-как меня под руки завёл, меня Димка села до кровати. Думаю, что случилось с ногами? Ну, я ж легла спать, нормально всё было. А потом, как посмотрела, вот эта вот нога, нога тут, тут вот чуть-чуть, вот тут только капелечку, может быть, даже не увидишь, осталась только та же вены эти. Вся эта нога, всплыли, эти вены кверху поднялись. И эта нога тоже. Так уже тут вот врачи мне по-нау выписывали. Одна врачиха выписала, вот, гепарин. А вторая вот сейчас пришла, выписала, вот, как это, гель, гель или как он называется. А, ну, смазывать, да? Да, да, гель. Одно пить? Нет, смазывать. А, всё, и это смазывали, да? Да, да. Вот этот, знаете, чем хорошо, что помажешь, он сразу высыхает. А эта такая белая ещё, ну, то и другое хорошее помазало мне хорошо. Так оно должно там проникнуть вовнутрь. Высохло это плохо, а вот, чтобы оно дольше... Так вот, так я вот, понимаешь, растираю, растираю, и оно хорошо. Вот, и это, а это белая такая, ну, в общем, не важно. Ну вот это значит еще за гроши, за большие брали, а это уже врачиха, я застала Маринку купить конфеты, она купила, и вот она мне две таких выписала, уже по моему документу 10 процентов. Да, по скидкам. Уже значит она стоит 36, а она заплатила по 16, что ли, ну там хоть чего-то меньше. Ну помогают же. Да, да, вот. Вот у меня сейчас вен не стало, у меня только Коля, вот боль сейчас в ногах, вот это вот ноги болят, посижу, отекают, я и сюда их ложу, и вот когда намажу, я вон эти пупики заставила Маринку, пупики положу, ложусь, поднимаю кверху те ноги, все, как говорили врачи, все делаю. В общем, вот целую неделю ведро, вот как ты сидишь, ерзуешься, ерзуешься, сползу на это ведро. Ну только по большому старалась и по маленькому, ну что было делать, не могла шагнуть, не могла шагнуть. Я и плакала, я и что, я не делала, но все это было бесполезно. Но потом думаю, нет, дальше все же я попробую все силы применю, попробую я с коляской. Привезли мне эту коляску, и вот я уже с этой коляской тыркалась, тыркалась, ну так делала, чтобы довести себя, чтобы до тихо до туалета, а то, как говорят, по-большому ходить и рожать нет, пары ждать, все это может быть и было такое. Вот с коляской я до туалета стала доходить, думаю, все, а сейчас вот уже два дня или три дня пробую с палочками. Ну ты понимаешь, что ноги дрожат, и дрожат, и дрожат, и дрожат, и все, вот, чем больше двигаетесь, тем меньше будут дрожать. И вот это самое, что вы дали мне эту самую, посижу, покатаю, 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 вот, и все, все силы. Только, только, только движение. Коля, и матерю себя, маты себе даю, честно. Ну, учусь, а как? В другой раз, такое зло, такое зло, думаю, боже, боже мой, ну что я уже такие уродины, ну что, ну погляжу в окно, та пошла баба, та пошла баба. Значит, давай, ой, 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 ой. И посмотрите, что тут как бы и не старше, вернее, старше есть, а хо вот ходят. Да, да, да. Вот и все, то есть никто, никто, никто ни на что не сдается, и каждый, вот каждый сам продумывает. Я один раз смотрела, там сидела на кухне у окна, какой-то старичок шел с двумя палочками. Вот так уж он чуть-чуть переступал и упал, и упал. Боже мой, миленький. И лежит бедный. Я уже глядела, глядела, думаю, боже мой, ну хоть бы кто-нибудь подошел, хоть бы что-нибудь. Никто не подошел. Я взяла свой мобильный, не знаю, как скорую взять, да, я попробую с этого, с домашнего телефона. Позвонила скорой, сказала, какая улица и что, говорю, вот упал человек в такое время, уже, говорю, 15 минут лежит, никто к нему не подходит. Приехала скорая, и милиция приехала. Милиция приехала, но подняли его, в скорую положили, повезли. Вот, вот как, я говорю, боже мой, боже. Все, все, только, Коля, как ты говоришь правильно, надо себя заставить. Коля, ну привет, что приехал, спасибо тебе. О, да, да, все, правда. Спасибо, дорогой. Все, вот видите, и вы в своем одеянии, все нормально. Ты сфотографировал? Сейчас сфотографирую. Если будете улыбаться, она сама фотографирует. Да? Да, это же такая вот вещь, которая... Ну ладно, все сфотографировала? Конечно, так я, да. Я уже сфотографирую. Я уже сфотографирую.